Как устроен наш мозг? Увы, ответ на этот вопрос ученые веками пытаются найти. Мы видим сны, радуемся, огорчаемся, и все это одна сплошная загадка природы. А еще порой мы ленимся, однако у этой проблемы есть крутое решение. IMBA Ultimate – это ноотропный комплекс, состоящий из натуральных компонентов, оказывающий полезное воздействие на мозг человека. Благодаря его применению происходит усиление когнитивной деятельности, укрепление нейронных связей и улучшение кровообращения мозга. А также он поможет тем, кто временами чувствует упадок сил и нежелание что-либо делать. Комплекс отлично подойдет для творческих личностей и тех, кто прямо сейчас берется за освоение каких-то новых навыков. IMBA Ultimate имеет накопительный эффект, ощутить который можно уже в период от 7 до 12 дней после начала приема. А прямо сейчас на официальном сайте производителя, специально для вас по нашему промокоду ULTIMATE, действует скидка 10% при покупке ноотропов от IMBA. Переходите по ссылке в описании и закажите мощный бустер для вашего процессора, который станет вашим верным помощником в достижении поставленных целей. Знаете, что является одной из самых больших загадок в истории человечества? Нет, это не Тартария, не ядерная война в 15 веке и даже не Анунаки. Главной загадкой является то, что настоящих и увлекательных загадок в реальной истории валом. Причем зачастую они гораздо интереснее выдуманных. Но при всем этом люди почему-то упорно продолжают искать протославянских джедаев и нейтронные бомбы в Древнем Египте. В одном из прошлых видео мы рассказали, что из земной истории куда-то пропал миллиард лет. А сейчас поговорим о другой не менее эпичной загадке. О том, что Древний Рим мог открыть Америку. Только мы об этом понятия не имеем. История начинается на юго-востоке Бразилии, в прекрасном заливе Гуанабара. Вторая по величине бухта Бразилии имеет площадь в 412 квадратных километров. В нее впадает 30 рек, в акватории залива целых 130 островов. И место напоминает рай. Вернее, напоминало. По старой традиции человек разливает здесь нефть, сбрасывает сточные воды и делает все для убийства экосистемы. К счастью, ее запас прочности огромен. Залив Гуанабара все еще притягивает любителей водных развлечений со всего мира. Одним из них в октябре 1982-го был историк, археолог, капиталист и искатель сокровищ с ироничной фамилией Роберт Маркс. Ныряя в 20 километрах от берега, Маркс обнаружил, что капитализм прогнил, и об этом нужно срочно выпустить книгу. Ну а если серьезно, на дне залива Роберт нашел 200 древних амфор с двумя ручками. По словам Маркса, изучив выловленные им кувшины вместе с историками в США, команда пришла к выводу, что относятся они где-то к третьему веку нашей эры. И похоже на амфоры, в которых в те времена перевозили вино, зерно и что только вообще не перевозили. Статья с исследованием вышла в New York Times, People и прочих авторитетных изданиях. Не мудрено, ведь европейцы вроде как не появлялись в Бразилии до начала 16-го века. Конкретно залив Гуанабара португальцы Гаспардо Ле Муш и Гонсало Куэлья открыли Европе 1 января 1502-го. И открытие Роберта Маркса претендовало на новость тысячелетия. Но почему о нем сейчас мало кто говорит? Здесь начинаются сложности. С одной стороны, подозревать Маркса в подлоге амфор нельзя. Почти сразу у всех возник вопрос. А что Роберт вообще делал в 25 километрах от берега конкретно в этом месте? А ответ вскрыл неудобную для Маркса информацию. Оказалось, что за 6 лет до него амфоры уже находил другой дайвер – Хосе Тейхера. Он, собственно, и поделился с Робертом координатами. Ну а сам Хосе в свое время узнал о месте от местных рыбаков, которым кувшины тоже попадали в сети. Конкретно для Маркса новости плохие, но для историков в целом с первого взгляда серьезные. Получается, что подлога быть не могло, и амфор в заливе Гуанабара полным-полно. Это действительно так. Только, как и всегда, в деле, где замешан человек по имени Маркс, возникли вопросы к капитализму. Во-первых, бразильское правительство первым делом наглухо закрыло всем дайверам доступ к району. Не потому что они плохие и историю учить не хотят, а потому что Марксы и моподобные приезжают как туристы, находят древности, вывозят их и продают для личного обогащения. И страна банально не хотела наплыва нелегальных искателей сокровищ в регион. Во-вторых, на арену вышел бизнесмен Америко Санторелли, заявивший, что это его амфоры. Он их вроде как изготовил еще в 60-х и специально погрузил на морское дно, чтобы придать древний вид, а потом продать под видом римских. Признался в этом бизнесмен не от хорошей жизни. Ему просто припекло от того, что прямой конкурент по бизнесу Роберт Маркс хайповал в Нью-Йорк Таймс, и цены на его товары взлетели. В общем, по коммерческим причинам обе стороны конфликта давать комментарии перестали, и история заглохла. Тайна якобы римских, а может и не римских, амфор в Бразилии осталась загадкой. Причем гораздо больше, чем кажется с первого взгляда. Ведь разборки двух индиано-джонсов в очередной раз тыкнули историков лицом в неприятную правду, которая заключается в том, что теоретически римские корабли спокойно могли переплывать Атлантику. До чего уж там могли и египетские. Легендарный исследователь Тур Хейердал полностью воссоздал египетскую лодку Ра-2, причем с помощью настоящих индейцев племени Аймара, которые до сих пор строят судно по чертежам далеких предков. 17 мая 1970-го Хейердал отправился по маршруту Марокко-Барбадос. 6100 километров маршрута закончились легкой победой. Тур доказал, что технологии древних времен позволяли пересечь Атлантику. И в своей речи по этому поводу поднял неудобный вопрос. Почему мы относимся к людям древности свысока? Каждый из нас, думая о Древнем Риме, представляет хилы, лодочки, которые кое-как переплывали реки. Лишь ближе к промышленной эре человек якобы покорил природу и начал создавать по-настоящему могучие корабли. Открыв Америку, ну и все в таком духе. Только вот все это бред собачий, да еще и пропитанный войной. Ведь первым делом поисковики по запросу о римских кораблях покажут римские триремы, гексеры и прочие беремы. Это действительно вряд ли способные пересечь Атлантику боевые корабли, специфику которых лучше узнавать на тематических каналах. Сейчас мы бы хотели показать обычную римскую карбиту. Так называли транспортные кораблики для перевозки зерна. Найдите-ка 10 отличий от корабля времен эпохи великих географических открытий. С первого взгляда карбита разве что покажется немного меньше. Только вот перевозили римляне по воде не только зерно. 60-тонные колонны римского пантеона сделаны из серого египетского гранита. Ватиканский обелиск на площади Святого Петра в Ватикане был привезен из Египта где-то в 37-м году нашей эры. Разумеется, не квантовой телепортацией и даже не по воздуху. Можете примерно представить корабль, на котором эта махина перевозилась? Если нет, не утруждайтесь. Есть примеры попроще. Индия. В начале нашей эры, после покорения Римом портов Красного моря, между империей и Индией установилась прочная торговля. Во времена императора Октавиана Августа между странами ежегодно курсировало 120 судов. И вот здесь, на 25 километров от Бразилии, за доказательствами отплывать не надо. В Индии до сих пор находят россыпи римских монет. А у историков есть железобетонные доказательства тому, что когда-то в стране даже были небольшие римские аванпосты. К примеру, Барбарик на территории современного пакистанского города Карачи. Да даже настоящие и точно римские амфоры в индийском заливе Кач в 2001 году нашли. Из Индии импортировали носорогов, слонов и змей для цирковых представлений. В римских источниках тех времен отмечается, что знатные дамы обожали жемчуг из Индии. Ну а главным гостем программы, как и во времена крестовых походов, были специи. Сахар, перец, кунжутное масло и прочее-прочее. Помимо этого возили черное дерево для изготовления мебели. В обратную сторону в основном отправлялось золото. Есть много записей, где римские политики обсуждают, что индийский шелк, чтобы побаловать жену, стоит дороговато. Ну а чтобы окончательно устаканить вопрос об умении Рима плавать, отметим, что во времена Трояна сухопутный путь в Индию был начисто вытеснен морским. Настолько всем понравилась новая возможность. А теперь, зная все это, напомните, куда в конце 15 века собирался плыть Колумб, если нам не изменяет память в Индию. Америка им была открыта по ошибке. Причем сам Колумб до конца жизни был уверен, что путь нашел именно в Индию, просто более удобный. Почти любой современный кораблестроитель, знакомый с тяжелыми условиями морского пути в Индию без Суэцкого канала, скажет вам, что корабль, способный туда доплыть, спокойно доплывет и до Америки. Было бы желание. Современные исследования вообще утверждают, что римские корабли, которые плавали в Индию, были чуть ли не больше тех, на которых европейцы через полтора тысячелетия откроют Америку. И в это охотно верится. Ведь именно торговля в итоге привела европейцев в новый свет. И эта же торговля была тем, на чем строилось могущество Рима. Весь камень и материалы для дорог в африканские провинции везли морем из Италии. Керамику из Северной Африки в Британию. Про египетский мрамор мы уже упоминали. А помимо прочего, не стоит забывать про гигантские объемы вина, зерна и более простых товаров. Вот и возникает после этого у историков логичный вопрос. А не может ли быть так, что Древний Рим побывал в Америке? Просто каким-то образом знания об этом затерялись. С первой частью ответа мы уже разобрались. Теоретически, вполне себе мог. А вот вторая часть, это и есть та самая загадка. В восточной провинции Канады, Новой Шотландии в 2016-м нашли римские арбалеты-снаряды. Рой Деккер, профессор истории Финикии, утверждает, что карфагиняне гуляли по территории современного Квебека в 500-м году до нашей эры. В американской Джорджии в 60-х нашли Минойский камень, который еще на полторы тысячи лет старше. В общем, улик очень много и не сказать, что найденные Робертом Марксом в Бразилии амфоры единственные. К сожалению, непонятно, какая часть этих улик тоже может быть подделкой, а какую часть настоящих давно продали на черном рынке. Из-за этого все исследования и буксуют. Единственное, на чем все ученые сходятся, это то, что с 99% вероятностью Рим, а скорее всего и цивилизации до него в Америке побывали. Слишком уж много современных открытий указывает на то, что технических возможностей им хватало с головой. Ну а то, почему не осталось никаких документов и записей, объясняется гораздо проще. 90% всех документов и знаний Древнего Рима и Греции на данный момент считаются утерянными. Часть из них, к примеру, Великая Библиотека Александрии, были сожжены еще во времена самого Рима. Другая часть была уничтожена церковью в темные времена. Третью эта же церковь спрятала. Большую часть научных знаний тех времен в Европу заново принес арабский мир из своих переводов ближе к эпохе Возрождения. Труды по астрономии Птолемея, Тихо Браге, Галилей и прочие гениальные ученые Европы изучали по арабскому переводу, оставшемуся от Аль-Харезми, Аль-Фергани и прочих великих умов Востока. Об этом мы говорили в ролике о золотом веке ислама. Ну а сейчас важно понимать, что нет никакой загадки в том, почему записи об исследовании Америки Римом до нас не дошли. Если уж научных работ сохранилась пара десятков из десятков тысяч, то куда там обычным торговым записям и автобиографиям исследователей? Мы добрую половину римских литературных произведений до сих пор знаем частично и в чем-то пересказе. И удивляться здесь, к сожалению, нечему. А верите ли вы, что Римская империя бывала в Америке? Как вам вообще такая рубрика загадок истории? Как и всегда, оставляйте свое мнение и предложение в комментариях. Мы, как обычно, все прочитаем и постараемся порадовать вас новым контентом. До новых встреч, друзья!